Почти два века он воплощает национальную идею государственности Украины. За свое творчество и взгляды слишком смелые для 19 века всемирно известный поэт Тарас Шевченко почти четверть жизни провел в ссылках и до самой смерти находился под тайным присмотром жандармов. День рождения Великого Кобзаря каждый год отмечает вся страна литературными чтениями, круглыми столами и торжественными митингами. Его цитируют на улицах, к его памятнику возлагают цветы в честь главных государственных праздников Дня Независимости, Соборности и Конституции. Персону Тараса Шевченко, украинского поэта, писателя, историка, общественного деятеля и художника, известного на весь мир, стремился раскрыть не один режиссер. Мне и самому странно, что в этом святилище я занимаюсь сочинением малороссийских стихов. Это кадры из советского биографического фильма Игоря Савченко, где Шевченко предстает революционным демократом. Из советских режиссеров образ Кобзаря раскрыл и Петр Чердынин. В независимой Украине выразить свое понимание украинского героя пытались экс-президент Виктор Ющенко, журналист Юрий Макаров и авторы нескольких телепроектов. Украинским гением смог стать простой мальчишка из семьи Крепостнова. Впоследствии негативно отзываясь о политике царской России, он привлек внимание как современников, так и самого императора Николая I. Во время ареста членов Кирилла Мефодиевского братства, тайной политической организации, куда входил Шевченко, на приговоре император собственноручно дописал. Под строжайший надзор запретив писать и рисовать. После Иван Франко так охарактеризовал Шевченко. А еще он был тем еще Щеголем, рассказывает художник Валерий Булат. Его прапрадед Прокоп Булат принял в своем доме цараса Шевченко, когда тот посещал Хортицу. А экскурсию по острову устроил сын Прокопа, Роман, сверстник Шевченко. Спустя 170 лет Валерий Булат пишет об этом картину. Светский Щеголь, который жил в Петербурге, приехал столичный такой житель. И мой прадед повел его на Хортицу. Именно останавливался на Вознесеновке у моих прапрадедов. Жил там, я не помню сколько, может быть полторы-две недели. Вот он жил, спал под грушей. Воспоминания семьи Булатов – чуть ли не главный источник информации для ученых о визите Шевченко в Александровск. Мы считаем, что это немного захвало, но видеть Хортицу – это главная мета, как бы мы сказали, мотивация цієї подорожки. Мало кто помнит, что тут был уже модный на тот час художник, видатный поэт. Газеты про это написали, не было такого гучного резонанса в связи с этим событием. И про Александровское Шевченко не вспомнил и написал. Зато писал о Хортице в нескольких произведениях и в письме своему другу Якову Кухаренко. Був я уторик на Украине и на Хортице, и скрозь був, и все плакав. Сплюндрували нашу Украину катовой виры, немота с москалями, чтобы они переказались. Спустя более века с посещения Кабзарем Хортицы на острове установили стелу поэту Шевченко, как революционеру-демократу от запорожских трудящихся. Сейчас ее планируют снести и поставить на этом месте памятник. Загалом скульптурная группа будет являться собой власную статую Тараса Григоровича Шевченко на тлея абреса острова Хортица. На сегодняшний день уже разработан эскизный проект. Проект разработан. К его воплощению планируют привлечь общественность. В музее стоит ящик для пожертвований. Так надеются собрать необходимый миллион гривен, чтобы успеть установить памятник к 200-й годовщине со дня рождения Кабзаря.